Привет, ребята, с вами снова я, Хэй. И сегодня у нас будет очередная распаковочка. Я просто вообще, называется, только долезла до вот этой вот комнаты. Эх, да. Так что у меня уже мало времени. Я надеюсь очень быстренько это всё снять. Пришло мне три вещички. И снова же думаю, что это скорее всего будет на канале, но не факт. Но мало ли, вообще как бы это чисто теоретически и является косплеем, поэтому да, пускай будет. Так, как уже сказала, маленькая будет совсем распаковочка. Просто хочу посмотреть три вещички, которые мне пришли. Ещё протестировать одно из вещичек, прям более-менее конкретно ещё на одном паричке. Так, во-первых, 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 нам пришла замечательная вещь для париков. И это замечательная вещь. Это какие-то очередные полосочки, да. Раньше были вот такие вот тканевые у меня, которые вы видели периодически в моих роликах. А сейчас, дайте листик поставлю, а то как-то немножечко меня... Вот так вот. А сейчас какие-то, знаете, они мне напоминают немножко спандекс. Ну вот эти вот... Напоминают немножечко потяжки материал. Такой вот типа псевдотянущийся, не знаю, ну как бы, да. В том числе на чём я хотела протестировать, потому что если этот парик возьмётся, то возьмётся всё, что только можно. Это мой этот вот каштановый русый парик а-ля Sirius, потому что, ну, я просто вообще не знаю, что с ним делать. Потому что в том числе, смотрите, тут такая фишка, что тут пробор получается вот здесь вот, да, идёт. И вот как раз чёрные вот эти вот вещички, они видны из-под волос. Поэтому в том числе даже не столько сеточка видна, сколько вот эти вот сами чёрные штучки. И, понимаете, как бы он реально ходил по всей голове. На самом деле, одна из вещей, которую скажу уже, которая мне нравится, это то, что они по толщине своей не такие массивные, как те. Единственное, как бы так сказать, помягче. То есть у меня сейчас парик болтается на голове. То есть, да, это немножко странное ощущение, но вот шапочка, блин, болтается немного. А, потому что я не затянула, да, бывает. Хотя нет, тут уже затянуто, в принципе, почти. Ну, странно у меня на самом деле ощущение, потому что мне кажется, что, блин, будет сильно по голове всё равно ходить. Ах, аж прям в глазах зацемнело. Ну, вот как-то так. Скажем, что он никуда не сполз, да? Не знаю, короче, он какой-то очень специфический. Может, его надо больше затягивать, я не знаю. То есть, как вариант, можно его попробовать больше затянуть. И эта штука тоже, она слезает, я не знаю, как она должна суперски была помогать. Потому что там, блин, аж пишут, что, не знаю, там панацея от всего, чего только можно. Ну, окей, я уже сейчас сильно затянула. Ладно, чуть меньше ослабим. Ну, окей, вот здесь вот затянули, прям затянули. Есть вообще какие-то как липкие вот клеи, да? Ну, не клеи даже, а что-то наподобие скотчей, которые заклеивают. Вот сейчас, короче, попробуем чуть-чуть еще парик сделать, ну, ужать, да, по голове. Что вообще непонятно. Прям совсем непонятно. Так, вот здесь вот виски вроде нашлись. И сейчас натянуть еще сзади на голову, хотя вроде, наверное, натянуто. Ну, кстати, вот подтянула парик уже немножко лучше. Ну, а что, сполз? Сотрите. Да, вроде не сполз. Не знаю, честно говоря, странное у меня ощущение. Вот это ленты, парика, ну, наверное, лента может немного действует, если очень хорошо затянут парик. Не знаю, честно говоря, вообще без понятия. Я по-нормальному, да, клеем люди прибивают, и тогда, типа, ну ок. И вообще по поводу вот этого вот, вот этого вот нечета я вообще без понятия. Честно говоря, до сих пор не особо понимаю, что с ним делать. Есть один вариант на один образ. Ну, надо будет сделать вот так вот волосы на сейка, может быть. Не знаю, короче. Ладно. Посмотрели на вот эти вот штучки. Действуют, не действуют, я не знаю. То есть надо пробовать. Наверное, чуть лучше, потому что... Не совсем прям, чтобы совсем-совсем ходила. Ну, ладно. Ну, чуть меньше, чем совсем-совсем ходит, да. И вот смотрите, вот внутри прошивка, вот это очень странное. То есть вот здесь вот какие-то волосы, ладно. Любят они вот как-то странно прошивать парики. Эх, ну, по-моему, с этим ничего не сделать. Так. И где-то была вот эта вот замечательная сеточка. Я сейчас так зажала себе вот эту вот повязкой голову, да, что она мне аж болеть начала. Ладно. Короче, парик специфический. Надо думать, что с ним делать. Вариантов несколько есть. Но надо думать. Надо думать, надо думать. Скорее всего, я буду распускать, либо там стилизовать. Короче, посмотрим. Так. Окей, ослабили. Хорошо. Будем жить, называется. Так. Сейчас, значит, я надену парик Нейтана. Потому что, хей, ребят, еще одна вещичка пришла для моего косплея Нейтана. И я чувствую, что мы с вами просто вместе будем в каждом видео по деталькам его собирать. Потому что еще придет мне потом серая баечка. И потом я хочу заказать... У нас есть ребята, которые на майке делают принты, притом с дизайнером. То есть, дизайнерскими услугами, которые входят в стоимость заказа. Да, не дешево. То есть, я потом еще буду рассказывать о том, что я как бы работаю в месте, где... Блин. А вот не налазит, понимаете? Не налазит. Не налазит на вот эту вот сеточку этот парик. Хей, супер. То есть, я бы сказала, слазит он с этой сеточки. С этой вот повязочки. То есть, смотря для чего, я так понимаю. Слазит полностью. Короче, не будем мучить этот несчастный парик. Сеточка сложная. Но она вот по качеству мне не совсем нравится. Тем, что она вот действительно как, знаете, подтяжки. С такого материала, который, ну блин, твой голову будут сжимать как тисками. Короче, не знаю, не знаю. Какая-то новомодная штучка, да, которая якобы должна помочь. Может быть, поможет с какими-то из париков. Потому что она, типа... Она тоньше, чем та, которая моя предыдущая. Ну, посмотрим. Вот с этим вот париком русым, наверное, будет помогать. Так. Начешу, начешу, начешу. Ой, блин, слушайте, вообще прям... Начесал так начесал, называется. Ну, видно... Линия. Что-то сегодня с париками. Да? Или со мной называется. Так, здесь вот сюда, это туда. Вот сюда, это сюда, это туда. Ну, терпимо. Сейчас я надену на себя байку, потому что нормальная серая еще не пришла. Но будем в этой с крылышками тогда. И посмотрю на вещичку, которая мне пришла. А пришла нам, знаете, вот эта вот, которая... Джилет пришел нам. И да, это все можно у нас покупать. Ну, во-первых, я ходила, смотрела и по цвету не нашла. А во-вторых, мне просто порой проще заказать, чем ходить по всем магазинам, по всему городу, бегать, искать, в каком месте можно что-то найти. У меня ощущение, что оно большое, прям большое будет нам. Потому что это Элька. Я что-то снова решила выпендриться. Я почему заказывала, в том числе, наверное, Эльку? Потому что я вообще смотрела на таблицу. И байка должна прийти прям вот... А знаете, ничего, нормально. Байка должна прийти прям широкая. Поэтому с притирку-притирку, наверное, смотрелось бы не очень. Тем более, что он периодически в распахнутом ходит. И... Ну, нормально, господи. Не, на самом деле прикольно. Можно будет гонять где-нибудь. Блин, вот прям вот по чуть-чуть собирается образ. Не совсем, короче, как, наверное, в оригинале. Но, блин, ну зато хорошая, классная вещь. Не, она реально тёплая. То есть она очень тёплая. Можно будет наверх байки какой-нибудь надевать. И вот как бы, да, потихо мы собираем образ. Хей, хей, хей. Не, забавно, на самом деле. Правда, сидеть сейчас вот в этом вот всём... Немножко жарковато будет. Но ничего, посмотрим, короче. Не, вообще, как бы там без горлышка именно... В оригинале, наверное. Но, блин... Ну и чё есть. Чё есть, чё есть. Неплохая вещь. Неплохая, особенно, когда она вот такую вот погоду непонятную, вообще непонятную. А, блин, я же забыла ещё этот достать. То есть... Я не знаю, мне просто так нравится, что он потихоньку собирается, вот этот вот весь косполь. И, блин, я же понимаю, что... В принципе, и так можно было. Но мне же хочется вот прям серенькую такую баечку, прям баечку, баечку. Это, во-первых. Во-вторых, ну, блин, ну, не знаю, ну, прикольно. И маечку хочу, да, потому что... Ну, хочу, хочу, хочу. Вот. Сейчас немножечко тогда вот эту вот вещь раздену, потому что жарко. Потому что жарко-жарко. И сейчас тогда будем примерять с вами последний паричок, который пришёл. Так, который я очень боялась, что придёт точно такой же, как вот этот. Вот, посмотрим, посмотрим, что да как. Вот. Ой, прям красотень. Короче, смотрите, вот такой вот пакетик, да. Я уже вижу там какие-то розочки, тошнотворные. Ну, ладно, не тошнотворные, но ладно. Короче, с какой-то тут наклеечкой, там, цветной. А сеточка, как всегда, замечательная у нас есть к этому замечательному приложению. У-у-у-у, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Короче, спасибо, ля-ля-ля. Поставьте нам пять звёзд. Поставьте нам пять звёзд в трёх категориях, которые станут для нас большой мотивацией. Если у вас есть какие-то проблемы, то обращайтесь к нам. Смотрите, ребят. Короче, я ещё такого не видела, это на самом деле классно. Знаете, что тут вложили в подарочек? Тут в подарочек вложили в маску. Это прям вообще актуально. Актуально, актуально. Во-первых, мне нравятся вот эти упаковочки прям очень. Они на вот этом вот замочке. И, ну да. И в отличие от всяких там татушек, знаете, вот которые ни в пять, ни в десять, вот это вот реально надо. Но я так понимаю, что надо будет обрезать, да, заразы? А, нет, вон, 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 вон. Вот, короче, сзади, сзади вот так вот можно открыть. То есть сзади вот так открывается. Окей. Так, это верх, это низ. Она такая маленькая, просто с ткани, короче, самое такое банальное. Что может быть... Знаете, нормально, в принципе. Ну, норм. Ок. Не, на самом деле классно, прикольно. Вообще, оно как с необработанными краями. Короче, такое впечатление, что это просто в два слоя сложенная ткань. И что она просто разойдется на два, на две штуки, да, два слоя. Ну, вроде пока нет. Ладно, 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 вон, 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 очень полезная вещь. Можно будет положить куда-нибудь. Так, вот пришло нам счастье. Я уже по оттенку, мне немножко уже напоминает, нет? Нет, прям вообще напоминает. Прям вообще-вообще напоминает. Блин, ну прям вообще ощущение, что да, да, да. Да, прям да. Ладно. Короче. Они одинакового оттенка, в принципе. Только, я бы сказала, разной стрижки. Вот, смотрите. То есть у этой поднимается вверху, а эта чем-то напоминает, короче, просто вот парик вот этого шрамика, который был. Ах, ладно, давайте посмотрим. Короче, ну там тоже такие вот непонятные волосы. В принципе, можно было в одном всё делать, но да ладно. Но у него как бы был пробор больше на сторону, поэтому... Ну, давайте посмотрим. Ещё нам предлагают эти замечательные продавцы. Ой, ой, шо это? Шо это? Шо за локон страсти? Здравствуйте. Не, на самом деле прикольно, потому что стиль другой, то есть... Блин, мне так нравятся вот эти вот, знаете... Так. Есть вещи, которые мне нравятся по поводу этого парика, есть вещи, которые мне не нравятся по поводу этого парика. Сбрить надо виски нафиг, сбрить. Не, на самом деле классно, потому что тоже проборчик. И он больше похож, знаете, как... Я упала сеновал, тормозила головой, да. Не, мне на самом деле это прикалывает, знаете, такая вот сова неоперённая, непонятная. Под мой ролик один из, да, можно как бы подобрать. Птичье семейство, по-моему, да, или как я собираюсь это назвать. На самом деле прикольно, 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 потому что у него как раз вот такие вот... Что-то там вроде бы есть, но вроде бы как бы не сильно. Ещё как раз будет борода и усы посмотреть, будет интересно. Я сегодня, блин, красная-красная, потому что у нас в доме жарковато. Точнее, не жарковато, а просто душно называется. Не, прикольно. И на самом деле тут разные стили. Мне, на самом деле, вот этот вот очень нравится. Я уже кучу раз сказала на самом деле. И потому что, я не знаю, я в нём смотрюсь намного-намного младше. Здесь вот как бы всё равно как-то более такое уже, более уже какое-то, да. А в том я смотрюсь очень как-то младше, маложавенько так. И мне на самом деле это даже очень нравится. И тот мне парик, знаете, кого ещё напоминает? Я что-то села, задумалась. Я задумывалась вообще по поводу того, что можно было бы как-нибудь переделать, ну, как бы заново, да, сделать более уже нормальный косплей на Бальтазара с сверхъестественного. И я подумала, что вот тот парик, который у меня до этого был, он, в принципе, подходит под кассу. Потому что, если кто видел мои старые попытки сделать кассу с париком, вот который у меня на Лютика, то, в том числе, потому что Миша тогда очень сильно гнобился о том, что, ой, вообще, фанаты самые ленивые, которые делают кассу, а потому что вам вообще ничего не надо делать за три секунды, за, там, пару долларов, ты сделал этот костюм, а ты смотришь на Алиэкспресс вот этот вот чёртов плащ, да, который стоит 150 долларов. Ты такой, типа, простите, что за пару долларов? Может быть, у вас это как-то и можно, а у нас как-то нет. И он говнился на то, что вот вы, видите ли, галстук вот прямо делаете, а у него наизнанку всё, вы самые ленивые, там, самые ужасные фанаты, там, и прочее. Ты такой, простите. То есть я сделал просто персонажа, потому что мне он нравится и прочее, а на меня тут ещё выливают кучу, там, помоев, короче, на самом деле Миша очень такой специфический персонаж и актёр, и вообще некоторые его какие-то там высказывания там и прочее, короче, очень-очень-очень-очень специфические порой. Вот. Так, ну надо тут подбревать, конечно, потому что вон здесь вот виднеются волосы, это на самом деле печальненько. Надо будет что-нибудь думать, ну, как бы думать-думать, ну, ничего особо думать. То есть тут либо брить, либо не брить, и вот как-то так. Не, на самом деле прикольно, нормально, мне очень нравится. Тут какой-то вот-вот-вот-вот-вот-вот что-то такое вот есть. Да, они полностью разные, то есть за счёт вот этого вот проборчика, который здесь вот прям прошит. Не, на самом деле прикольно, прикольно, прикольно. Как уже сказала, у нас даже вот масочка есть. Тоже полезная вещь, особенно учитывая, что они там доллар там или сколько стоят на алике там и прочее. И она такая тонкая, в принципе, что и нормально будет. И здесь даже вот, я бы сказала, и глаза закрывает, короче. Ну, прикольно, на самом деле, прикольно. Йоу! 21 век! Как были в 20-м, да так и остались в 21-м. Просто, чтобы какая-нибудь дежурная, например, была или прочее, потому что мне нравятся больше мои основные. Но пускай будет, господи! Пускай будет, пускай! Пускай! Вот, на самом деле. Как-то так останусь, наверное, пока в этом парике, потому что, ну, пускай, 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 пускай. Вот. Напишите, как вам вообще, как вам? Видите ли вы уже во мне Буна немножечко, да? И Бу-на! Бу-на! На всякий случай. Бу-на! Он был еще в 2001-м году, так что, хей! Это было до этого всего непонятного. Я сейчас смотрю и сюда, и туда, и хей! Везде кроссовчики. Называется везде кроссовчики. Ой! Ой! Так, зеркало положили, положили, чтобы не отвлекались. Вот. Так вот, да. Все, что я вам хотела сказать на сегодня. Сейчас еще включу немножечко, поговорю с подписчиками, с бустовцами, потому что давно я ничего для них не делала. А так вот, в общем-то, все. Сделаю еще для них небольшую там распаховочку вещей, которые я тут покупала. И, да, вот как-то так. Как-то, как-то так. Пум! Еще должны какие-то вещи прийти. В основном на Нейтана вот одна вещичка должна прийти. И там еще пару каких-то... А, вот волосы, да. Очень хочу попробовать волосы. Посмотреть, что из этого будет. Что вообще, как будет смотреться. Мне просто интересно. Мне просто интересно. Очень-очень интересно. Что да как будет. Получится ли что-нибудь, не получится ли что-нибудь. Грим, в том числе, на Веномоса. Ну, еще раз, еще раз попытаться. Короче, посмотрим. Потом буду уже, наверное, у нас что-то пытаться заказывать. И еще потом какие-то вещички будут через какое-то время. Для косплея вот, возможно, Люс будет делать Урсулу. Я буду делать Русалочку. В Гомель наш. Ну, это уже в начале, получается, следующего года. И еще хочу сделать, там, для пары тиктоков... Точнее, еще хочу два образа сделать. Прям таких вот, прям таких вот. Один, буквально для одного ролика еще хочу сделать закос под Корпс Пати. И аниме, и мангу. И хочу еще под вот Фиддин Лэмп. Очень хочу. Точнее, не Фиддин Лэмп, а Хатлесс. Потому что Фиддин Лэмп, в принципе, я могу сделать с того, что у меня есть. Просто надо собраться и это сделать. И потом еще, может, кровяку там прикупить и прочее. Короче, да, ребят, пока еще. Ведемся, надеюсь, скоро. Пускай с не только вдохновением. И да, спасибо большое ребятишкам, которые помогают мне на что-то собирать, ребят. Наконец-то я осуществила свою давнешнюю мечту. Наверное, с лет 18 мне очень нравится JetBoy. И я все-таки смогу хоть сделать несколько тиктоков по этому фандому. Это будет очень классно. Если у кого-то все еще есть какие-то идейки аудио, которые можно использовать под Нейтана и Буна, то, пожалуйста, пишите мне, потому что у меня есть определенная часть. Но я не совсем уверена в некоторых из них. И все-таки можно было бы, если будем все равно записывать, можно больше, больше, намного больше. И особенно, если какие-нибудь интересники. Так что да, хе-хей, пока! Дайте Рейнби монету на видеоскетчи, на видеоскетчи, у-о-у. Дайте Рейнби монету, увидите, что не зря.